МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Палево для зеленой экономики. Сегодня в Житковичах открылася вытворчивость по выработке пилет. Выборы 2020. Жигары региона активно выказывают свою громадянскую позицию подчас детерминового голосования. Сучасная технология у Гомеля заявилась макшима с безнаявным способом оплатить проезд у маршрутных такси. А зараз об этом и иншим больше подробязанным. Сегодня в Житковичах официально открыли новую вытворчасть. Червоную стужку перерезали каля цеха по вытворчасти палевных гранул. Это экспортно ориентованное предприятие, которое належит мясовому лязгасу. Где ждут белорусские пилеты, ведут наши корреспонденты. Официально это цех, хоть по судности вытворчасть представляет собой невеликий завод. Инициатор инновационного проекта, коштом амаль 5 миллионов евро, Житковицкий лязгас. Задача постворения пилетных вытворчастей была поставлена президентом Беларуси. В мае минулого года подчас обмеркования пытанья от перепрацовцы Драунины. У тымлику низкоякосный. За минулый час у Беларуси побудовали шесть заводов. Зараз распрацовываются проекты еще по шести. Это то, что нам позволит все-таки сделать наше производство, в первую очередь, безотходными. Мы на этих заводах переработаем все отходы лесопиления. Как наши, так и тех компаний, которые регионально расположены возле завода. Второе, это, конечно же, то, что мы и критикуемы постоянно главой государства. И у него практически постоянно, если вопрос касается леса, ставится вопрос на ведение порядка в лесу. Подобрать то низкокачественное сырье, которое сегодня, скажем, не в полной мере используется. Эти заводы позволят нам это переработать. В этой связи нами уже принято решение о строительстве еще минимум шести заводов. К слову, уже работа активно ведется. Уже практически решены вопросы земельных участков. Уже по ряду лесхозов сделана предоплата за оборудование. У жидковицким лязгасе вытворчасть пилет и сновала и ранее, але невеликое предприемство не могло перепрацовать у все драуляные отходы. Новая вытворчасть дозволит не только значно повеличить объемы, але и высти на новые рынки. Палевные гранулы заявляются экспортно-ориентованным видом продукции, что годовый объем их споживания у света постоянно повеличивается, и сегодня досягая 40 миллионов тонн. Наибольшь активно пилеты выкористовываются в Украинах Усходней Европы, але перспективным можно лишить так само и азиатский рынок. Только Япония огучила планы по повеличению в этом 10-ти годе объему споживания гранул в 10 разов. У жидковицким лязгасе выучаются мягчимые рынки, и никаких проблем со сбытом не бачить. Новое производство у нас будет производить 20 тысяч тонн в год. Новое производство, в отличие от предыдущего, то работает у нас на отходах лесопиления на пилках, это работает на щепе и теплогенератор, и само производство пилет из щепы. Щепу данную мы будем получать из отходов деревообработки, которые у нас образуются в месяц где-то 1300 кубов, и плюс дровяная древесина при проведении рубок промпользования, главного пользования, прочих рубок. Интерес есть у многих. Но они хотят увидеть продукцию, так как продукция у нас уже выпускается. Я думаю, сейчас мы будем изучать рынок, и предложение будет довольно прилично, потому что данный вид топлива пользуется спросом в Европе очень хорошо. После закончения гляду вытворчасти старшиня Аблвыканкама подыходить до жидкаучан. Размова об развитии региональной медицины и на быте для районных больниц компьютерных томографов, які дозволяют выявлять захворывание на ранних стадиях. Доброупорядкование по ширине зоны охопы сотовой совестью. Еще одна проблема, якая хвалюет Жихару – створение новых працонных местов. Билетная вытворчасть дозволить працаулатковать 16 человек, але это недостатково. Люди пропадают звернуть увагу на социальную сферу. У жидковичах, например, нема дома быту и швейной майстерни. Их открытие дозволило бы одночасово створить новые працонные места и повысить узровень обслугования насильства. Геннадь Соловей бере питание на контроль. Да, на самом деле, вы правильно говорите, большого промышленного производства нету. Есть у вас там один заводик частный, который металлом занимается. Есть у вас гидроаппаратурный завод, как это называется у вас? Моторостроительный, мотороремонтный завод. Потом есть хлебная база, практически. Ну, железная дорога, это понятно, что не всем там. Посмотрим, что можно подумать в сфере инфраструктуры, обслуживания населения, создать дополнительно. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадиокомпания «Гомель» с Житкович. Молодь Гомельской области – сирот самых активных уделников до терминового голосования на выборах президента Беларуси. Сегодня свой выбор сделал победитель других европейских гульников у спортивной акробатицы Артур Беляков. Свой голос он пришел отдать на выборчем участке, который разместился в средней школе номер 27. Напереды дни молодой человек ознакомился с программами всех кандидатов, спортсмен упылнены, что кожный беларус повинен выказать свою громадянскую позицию. Я пришел сегодня голосовать, потому что я считаю, что важно отдать голос. В принципе, человек, который не голосует, он вообще не имеет права критиковать власть. Это по моему мнению. Я ожидаю, в первую очередь, от будущего президента – это экономика. Экономика важна. Экономика решит многие проблемы. Потом диалог с гражданами. За два дни до терминового голосования яука в Беларуси склала 12,75%. Такая информация размещена на сайте Центрвыбаркама. По оперативных дадзинах жахары Гомельщины – самые активные удельники выборчай кампании. У нашей области проголосовали 16,44% выборщиков. В этом месяце пенсионеры мают смогшимость дотерминово отримать социальные выплаты. С третьего дни выдача пенсии ожидаются про спошту и доставку. С пятого дни – про сбанки. Специалисты нагадывают, дотерминовый перолик пенсии на банковские рахунки – непростая задача, часом махчимы невеликие затримки. Крыстальники СМС банкингу упылнилися, что выплаты зроблены. Громадяне, которые не корыстаются подобной послугой и не ведут про ее, должны памятать – процесс перолику потребует часу. Не стоит волноваться. Через учреждение банка все деньги зачислены уже вчера и можно получать в удобное для людей время. Через отделение почтовой связи также. Если кто-то не хочет получать пенсию досрочно или есть какие-то свои, не то что не хочет, а есть какие-то свои мотивы для неполучения или как-то по-другому они строят свое время и так далее, то они могут получить свою дату. Выбор за пенсионером. Нагадываем, в связи с изменением бюджета прожиточного минимума с 1-го жнивня повеличены померы надбавок, повышений и доплат до пенсии, а так само социальные пенсии. Наближается новый навычальный год. До его рыхтуются не только в установах аддукации, а и в сферы гандлю. С другой половы липеня школьные кермаши работают в Житковицком, Нараулянском, Кармянском и Гомельском районах. В областном центре кермаши выходного дня плануются в жнивне. Необходная умова – стабильность санитарно-эпидемиологичной ситуации. Попередние даты распродажи школьных товаров на площади повстания в Гомеле – 15-го, 16-го, 22-го, 23-го, 29-го и 30-го жнивня. Так само плануется постоянный школьный кермаш на пересечении улиц Катунина и Селянской. Усяго в Гомельской области плануется около 250 кермашовых мероприемств. Для комфорта Жихару региона магазины пополняются школьными товарами. Так само створаются додатковые места для их реализации. Ассортимент самый широкий, цены доступные. К школьному сезону у нас в продаже имеются товары всех необходимых групп. Также имеется белорусская продукция. Это тетради, дневники, контурные карты. На продукцию предоставляются скидки. Есть акционные позиции, которые действуют в течение месяца. Есть акции по минус 7% для всех покупателей по четвергам. Также мы разрабатываем другие скидки ближе к школьному сезону. Что пишется школьной формой, ее кошт залежит от взрослого и полудетятя. Ориентировочные цены вы можете увидеть на экране. У Гомеля появилась макшимость безнаявным способом оплатить проезд у маршрутных такси. Проект ТИПЕЙ реализованный с уместными намаганиями Гомель Абл Пассажир Транса и IBA IT Парку. На данный момент новации працуют в тестовом режиме. Мобильный додаток можно спамповать в плеймаркете. Худкой он будет доступен и в апсторы. Уникальность распроцовки тем, что она не привязана до конкретных банков. Это значит, что скрыстаться послугой может любой человек, у которого есть пластиковая картка. Маршрутное такси, о котором можно сделать безнаявный разлик, будет позначено специальным логотипом синего колера и QR-кодом. Для его сшитывания можно использовать камеру мобильного телефона, а если это сделать тяжко, достаточно увести идентификационный номер транспортного сроку. Далее потребуется показать количество квитков и подтвердить оплату. Указанный проект позволяет в совокупности реализовать много задач, такие как уход от наличных денежных средств, безопасность в приоритете всего, чтобы водитель не обелечил пассажиров во время движения, удобство пользования, потому что зачастую у пассажира нет необходимого количества денежных средств наличным, сократится количество конфликтных ситуаций с отсутствием разменных монет, с некорректной передачей денежных средств, а также повысит сбор выручки у перевозчиков негастостанной формы собственности, потому что сами знаете, что не все зачастую водители выдают билеты, а это как бы страховка и гарантия качественной перевозки пассажиров. Зараз послуга ТИПЭИ доступна в 12 транспортных сродках 12, 14, 17 и 18 маршрутов. Худка до них долучится еще больше за 60 одинок маршрутных такси. При оплате проезду праздмобильных додаток, кошт квитка опынется до ней на 10 копеек. В связи со спякотой сегодня на всей территории Гомельской области увидена заборона на наведывание лесов. Подобные меры принимаются в случае высокого класса пожарной небеспеки и сдымаются при стабилизации становища. Порушение забороны без причинения шкоды карается штрафом до 25 базовых величин. Нагадаем, на сайте Минлясгаса размещена интерактивная карта забороны и обмежевания на наведывание лесов. Она оперативно обновляется. Это и другие новинные информации о проектах телерадо-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле 18-летний парень похитил мобильники из мастерской. О происшествии в Центральной РОВД сообщил индивидуальный предприниматель. Мужчина занимается ремонтом телефонов. Он рассказал, что накануне вечером неизвестный сорвал замок и зашел в помещение мастерской. Нарушитель снял майку и набросил на видеокамеру, висящую в углу. После чего забрал из тумбочки 13 неисправных мобильников и скрылся. Оперативники вора вычислили. Кражу совершил 18-летний житель Ветковского района из-за того, что хотел иметь под рукой запасные части для личного мобильника. Похищенные аппараты хранил по месту жительства. Возбуждено уголовное дело. За минувшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар. Он произошел в деревне Дедовка Житковического района. В результате пожара уничтожена кровля и повреждены стены деревянной постройки. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Гомельские спасатели оказали помощь мужчине, который не смог выбраться из погреба. Когда сотрудники МЧС прибыли на место вызова, оказалось, что 73-летний хозяин частного дома по улице Ульяновской спустился в погреб гаража глубиной полтора метра. Там он почувствовал недомогание и сам выбраться не смог. Спасатели извлекли его из погреба. После осмотра медиками мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом инсульт. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. Сосредоточенность как во время игры, так и на тренировках. Это то, что от своих подопечных требует славянский специалист. Заученные тактические схемы гомбалистки будут отрабатывать в следующих товарищеских встречах. До финала четырех Кубка Беларуси, который состоится 29 и 30 августа в Жлобине, Гомель проведет как минимум шесть спаррингов. Проведение финала четырех Кубка в Жлобине удача для Гомеля не только с точки зрения логистики. Площадка местного дворца игровых видов спорта благоволит гомельчанкам. Именно там женская команда в 2015 году впервые стала обладателем Кубка страны. Приятные воспоминания о Жлобине есть и у Тома Жачатера. Я там в тренадошную сборную попал на чемпионат Европы. Поэтому близко к Гомеля. Я думаю, даже на Кубок может быть и болельщики. Поэтому за нас это хорошо. С Витебчанкой на паркете дворца игровых видов спорта Гомель завтра сыграет в 17.30, в субботу в 10.00. В ближайшие два дня счет предсезонным спаррингом откроет и мужской гонбольный Гомель. В соперниках столичный Витязь. Андрей Мочилов, в отличие от Тома Жачатера, в первых товарищеских поединках больше внимания планирует уделить именно тактике и командным взаимодействиям. В конце июля соглашение с клубом подписали линейный Виктор Скрипак и голкипер Павел Ярошук. На этом, по словам главкома, подписную кампанию можно считать завершенной. На эти спарринги основная задача, учитывая, что мы только начали работать над тактическими взаимодействиями, именно сыграться, почувствовать взаимодействие друг с другом, почувствовать взаимопонимание, отработать схемы как нападения, так и защиты, то, над чем мы работали последнюю эту неделю. И опять же, через пробы, методы, ошибки, посмотреть, насколько команда в данный момент готова именно к самому непосредственно гонболу. В пятницу с «Витязем» гомельчане сыграют дважды в 12.00 и 19.30. В субботу игра начнется в полдень. На следующей неделе гомельчанам предстоит вояж в Минск, где они сыграют три поединка. Все с тем же «Витязем», а также «СКА» и «БГУФК-СКА». После начнется целенаправленная подготовка к финалу четырех кубка страны. У нас остается неделя до кубка, и там уже останется шлифовать то, что наработали, то, что отыграли в этих контрольных играх, и будем непосредственно готовиться к игре с «БГК» в полуфинале кубка. Финал четырех кубка Беларуси пройдет 22 и 23 августа в Пинске. Сегодня двумя поединками стартовала игровая программа 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Велшина дома играет со Слуцком. «Шахтер» принимает «Брестская» и «Динамо». «Мозрецкая» отправится в гости к Минску. Матч пройдет 8 августа. Начало в 14.00. В турнирной таблице «Мазиряне» на 11-м месте. Соперник на 14-м. В первом круге со счетом 3-1 победу праздновали минчане. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова